Что делает нас здоровыми и счастливыми на протяжении нашей жизни? Если бы сейчас вы задумали позаботиться о собственном светлом будущем, во что бы вы вложили время и энергию? В недавнем опросе среди поколения миллениумов о самых главных целях в жизни более 80% людей ответили, что их главная цель в жизни – стать богатыми. Другие 50% той же самой молодежи считают самой главной целью в жизни стать знаменитостью. Нам постоянно твердят, что надо делать ставку на работу, усердие и достижение большего. У нас создается впечатление, что именно к этому надо стремиться, чтобы жить лучше. Полная же картина жизни, принимаемых людьми решений, и последствия этих решений людям практически недоступны. Большинство наших знаний о человеческой жизни основано на том, что люди помнят из своего прошлого. А как известно, при взгляде в прошлое у нас не бывает 100% объективного взгляда. Мы забываем многое из того, что происходит с нами в жизни. Да, и воспоминания порой искажаются до неузнаваемости. Но что если бы мы смогли увидеть жизнь полностью, так, как она складывается по времени? Что если бы вы смогли проследить за людьми от подростка до самой старости и увидеть, что же на самом деле делает их здоровыми и счастливыми? Это мы и сделали. Гарвардское исследование по развитию взрослых можно считать самым продолжительным исследованием взрослой жизни. В течение 75 лет, год за годом, мы наблюдали за жизнью 724 мужчин и задавали вопросы о работе, личной жизни, здоровье. И все это время мы не знали, как будут складываться их жизни. Подобные исследования чрезвычайно редки. Почти ни один такой проект не дотягивает до 10 лет. Либо из-за ухода слишком многих участников, либо из-за прекращения финансирования, либо из-за новых интересных сотрудников, либо по причине их смерти при отсутствии последователей. Но по счастливому течению обстоятельств и благодаря настойчивости нескольких поколений исследователей, этот проект выжил. Около 60 участников из 724 до сих пор живы и участвуют в проекте. Большинство из них за 90. И теперь мы начинаем исследование более чем 2 тысяч детей этих людей. Я четвертый руководитель проекта. С 1938 года мы изучаем жизни двух групп мужчин. В начале проекта участники из первой группы были студентами второго курса Гарвардского колледжа. Все они закончили колледж во время Второй мировой войны, и большинство из них отправились на войну. Второй изучаемой нами группой была группа мальчиков из беднейших районов Бостона, которых выбрали для исследования именно из-за их принадлежности к наиболее неблагополучным и обездоленным семьям Бостона в 30-х годах. Большинство из них жили в съемных многоквартирных домах без водопровода. В начале проекта все юноши прошли собеседование и медосмотр. Мы приходили к ним домой, говорили с их родителями, и спустя время юноши повзрослели, и у каждого из них была своя судьба. Одни стали фабричными рабочими, адвокатами, строителями, врачами, один даже стал президентом Соединенных Штатов. Но были и такие, кто стал алкоголиком, у некоторых развивалась шизофрения, а кто-то поднялся по социальной лестнице с самого дна до самого верха, а другие совершили путешествие в обратном направлении. Основатели проекта даже в своих самых сокровенных мечтах не могли себе представить, что я буду стоять здесь сегодня, спустя 75 лет, и рассказывать вам о том, что проект все еще продолжается. Каждые два года наши терпеливые и преданные делу сотрудники звонят участникам и спрашивают разрешение прислать им очередную анкету с вопросами об их жизни. Многие из живущих в центре Бостона спрашивают, почему вы продолжаете меня изучать? В моей жизни нет ничего интересного. Выпускники Гарварда таких вопросов не задают. Для того, чтобы прояснить картину их жизни, мы не только посылаем им анкеты, мы беседуем с ними у них дома, мы берем их истории болезни у их врачей, мы берем у них кровь, сканируем мозг, мы говорим с их детьми, записываем на видео их семейные разговоры об их глубочайших проблемах. И когда лет 10 назад мы наконец спросили у их жен о желании поучаствовать в проекте, многие из них ответили, давно уже пора. Итак, что же мы узнали и какие уроки извлекли из 10 тысяч страниц информации об их жизни? Так вот, эти уроки не о богатстве и не славе и не об усердной работе. После 75 лет исследований нам стало предельно ясно, что счастливее и здоровее нас делают хорошие отношения. Мы усвоили три главных урока об отношениях. Первый – это то, что взаимосвязь с людьми нам очень полезна. Одиночество убивает. Оказывается, что люди, у которых сильна связь с семьей, друзьями, сообществом, счастливее, здоровее, физически и живут дольше, чем люди, лишенные общества других людей. Состояние одиночества, как выяснилось, отравляет. Люди, изолированные от других, чувствуют себя менее счастливыми. Их здоровье раньше ухудшается, функции мозга у таких людей отказывают раньше, и жизнь у них короче, чем у людей неодиноких. И самое печальное то, что, по крайней мере, каждый пятый американец вам ответит, что он одинок. А мы знаем, что можно быть одиноким даже в толпе, можно быть одиноким в браке. Поэтому второй, извлеченный нами урок в том, что дело не в коллективе друзей, и не в том, есть ли у тебя постоянная пара, а в качестве отношений с близкими людьми. Как оказалось, жизнь в состоянии конфликта крайне вредна для нашего здоровья. Конфликтные семьи, например, где недостаточно любви и ласки, очень пагубно влияют на наше здоровье. Это, возможно, даже хуже, чем развод. А жизнь в хорошей душевной обстановке является для нас защитой. Когда нашим участникам стало далеко за 80, мы захотели вернуться назад к середине их жизни и посмотреть, можно ли было предсказать, кто окажется счастливым и здоровым 80-летним человеком, а кто нет. Собрав всю имеющуюся у нас информацию, когда им было по 50 лет, оказалось, что не уровень холестерина в том возрасте послужил показателем того, какими они будут в старости. Этим оказалось то, насколько хорошо складывались отношения. Люди, удовлетворенные своими отношениями, в 50 лет оказались наиболее здоровыми в 80. Хорошие, теплые отношения служат для нас неким буфером, защищающим нас от ударов судьбы и от превращения в стариков. Самые счастливые из наших пар, когда им было далеко за 80, говорили, что даже в моменты сильной физической боли их не покидает ощущение счастья. А люди с несложившимися отношениями в моменты обостренной физической боли страдали еще сильнее из-за боли эмоциональной. И третий усвоенный нами урок об отношениях и здоровье. Хорошие отношения защищают не только наше тело, они защищают наш мозг. Оказывается, надежная и крепкая привязанность к другому человеку, когда вам за 80 защищает вас. И люди, состоящие в отношениях, где они действительно могут полагаться друг на друга в тяжелые времена, дольше сохраняют хорошую память. А у людей, чьи отношения не позволяют по-настоящему положиться друг на друга, проблемы с памятью наблюдаются намного раньше. При этом, хорошие отношения не означают полную безобласть. У некоторых из наших 80-летних пар перебранка может продолжаться день и ночь, но пока они чувствуют, что они могут рассчитывать на поддержку другого, когда становится тяжело, эти ссоры не оказывают большого вреда их памяти. Истина в том, что хорошие, близкие отношения способствуют нашему хорошему самочувствию, стара как мир. Почему же ее так сложно усвоить и так просто ею пренебречь? Да потому что мы люди. Мы предпочитаем сиюминутные решения. Нам бы получить что-то, от чего наша жизнь станет лучше, и такой будет оставаться. А у отношений нет гарантий. Они сложны, запутаны и требуют постоянных усилий от дачи, семьи и друзьям. В этом нет блеска и гламура, и нет конца. Это работа всей жизни. В нашем 75-летнем исследовании с самыми счастливыми участниками на пенсии были люди, которые активно делали из коллег по работе товарищей по играм. Так же, как и поколение миллениума в недавнем опросе, многие из наших мужчин, вступая во взрослую жизнь, искренне верят, что богатство и слава, великие достижения, это то, что им нужно для полноценной счастливой жизни. Но снова и снова, на протяжении 75 лет, наши исследования подтверждали, что лучше жили те люди, которые сделали ставку на отношения. Отношения в семье, с друзьями, с единомышленниками. А что думаете вы? Допустим, вам 25 или 40 или 60. Что означает вкладывать в отношения? Возможности практически неограниченные. Это может быть простая замена времени у крана телевизора временем с близкими людьми. Оживление утративших новизну отношений, какой-то новой затеи вместе, например, долгой прогулкой, или свиданием ночью, или звонок родственнику, с которым вы сто лет не разговаривали. Все эти слишком хорошо знакомые нам растры грозят ужасной расплатой тем, кто таит на других злобу. Я хотел бы закончить цитатой из Марка Твэна. Более века назад, оглядываясь на свою жизнь, он писал, «Жизнь так коротка. Нет времени на склоки, извинения, желчи и призвания к ответу. Есть только время, чтобы полюбить. Да и на это, так сказать, есть лишь мгновение». Хорошая жизнь строится лишь на хороших отношениях. Спасибо. Спасибо.